так друзья рад вас всех приветствовать я думаю меня хорошо видно и слышно и сейчас давайте так сделаем и сейчас мы продолжаем нашу замечательную гимнастику рейниковой сегодня мы сделаем комплекс который направлен именно на то чтобы дышать свободно дышать красиво потому что все мы хорошо но дышать правильно дышать физиологично дышать наполненный грудью и даже не столько грудью сколько животом и мышцами живота и мышцами спины да 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 действительно дыхание оно полностью задействует все мышцы вот так называемый дыхательный пояс и соответственно вдыхание происходит мышцами межреберными они находятся и спереди то есть вот межребрами так и сзади поэтому когда мы дышим полным полной грудью как говорим мы но если мы берем грудь то у нас соответственно поднимаются лопатки не лопатки грудь и ключицы поднимаются ключичное дыхание оно поверхностное но не физиологично поэтому мы будем уходить от него и самое главное чтобы не поднимались плечи не поднимались плечи это это критически важно для дыхания во первых она у вас будет не такое объемное и не такое глубокое не такое и будет зажатым зажатым дыхание дыхание не должно быть зажатым поэтому мы начинаем сегодня сделаем несколько упражнений упражнения простые упражнения не сложные упражнения которые наполняют жизнь праздником и и энергией мы будем делать быть не то чтобы быть а будем делать наполненно то есть энергично энергично ключевое слово энергично потому что энергия нам приходит с дыханием когда мы дышим быстро то соответственно у нас прибавляется энергии если мы хотим расслабиться в течение вечера то есть вечером мы используем глубокое такое йоговское дыхание сейчас сейчас нам задача наполниться энергией наполнится энергией позитивом радостью поэтому мы будем использовать все максимально но в любом случае вы можете свой темп использовать это не какая-то панацея самое главное делайте три важных условиях и важных условиях это первое первое это глубокое дыхание даже не столько глубокое дыхание сколько резкий шумный вдох резкий шумный вдох как хлопок как щелчок у меня не так много соли поэтому у меня щелчки не очень получаются но суть не в этом оно должно резко мы не можем продлить вдох мы не можем продлить какие-то еще моменты вот таким же должно быть дыхание второе мы не поднимаем плечи у нас плечи остаются спокойными плечи остаются адекватными и соответственно не зажимаются это второй момент важный момент второй момент и третий момент без шумный выдох без шумный если мы чувствуем наш выдох значит мы уже дышим неправильно мы все-таки концентрируемся на том чтобы делать правильно и выдох он не должен быть слышным ни нам ни нашим тем более окружающим людям итак начнем простое первое начальное упражнение мы как бы захватываем ну для начала для начала давайте все-таки подготовимся к дыхательной и научимся дышать глубоко научимся дышать не хочется говорить полной орудий но вот всеми легкими всеми легкими для этого представляем какую-то действительно радостную картину которая вас вдохновляет который это может быть встреча с мамой который вы не не видели ли с женщиной или с детьми которых вы долго не видели это может быть какое-то увлекательное путешествие это может быть просто желание вернее день на природе когда вы каждый раз замечали что-то новое не интересное незнакомое для вас прежде то что вы на что вы не обращали внимание у каждого своя картинка но самое главное это должно быть приятное воспоминание и это должно вселять вызывать у вас улыбку все больше больше от вас ничего не требуется и вот с таким радостным восприятием мы вдыхаем аромат любимого своего блюда цветов какого-то запаха который у вас сервис у вас приятными ощущениями может быть запах ванили как универсальный запах запах уюта также запах морского приза прибоя запах любимого человека что угодно главное чтобы ассоциации были приятные позитивные возможно запах кофе у вас бодрит уже или запах шоколада у своего у каждого свой набор вот этих запахов которые ему доставляют приятные ощущения и вот вспомним этот запах можете даже поставить цветы если у вас цветы под рукой поставить цветы и вот вдохнуть этот аромат вдохнули и запомнили отставляем цветы и сейчас мы вдыхаем вспоминаем этот запах и вдыхаем с радостью с улыбкой с предвкушением новых радостных событий важное условие мы доходим до груди и дальше мы не поднимаем и мы зачерпываем вот это благословение этого дня что угодно может быть это может быть все что вы хотите свою жизнь радость любовь долги терпения благость какие-то успех что угодно что вы хотите в свою жизнь то и представляем вот мы дошли до груди и остаемся на этом уровне руки дальше не понимаем хотя можно сейчас сделать такое небольшое упражнение которое очень любят дети взрослые тоже его любят когда понимают какие бонусы они несут собой мы поднимаем руки и радуемся просто искренне радуемся ну можете даже не радоваться вот просто поднимите руки и просто приземитесь и тогда вы почувствуете новый прилив радости новый прилив положительных эмоций и настроения вот это важный момент мы доводим до груди предыдущего причина это просто раскачка вашего эмоционального интеллекта а сейчас мы собственно будем вторую фазу сейчас буду описывать то есть мы дошли до груди оставляем руки руки не поднимаем мы уже поднялись чтобы наполниться этой энергией радости и любви сейчас мы оставляем руки на месте на уровне груди но 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 продолжаем мысленно то есть виртуальные наши руки и представьте что у вас руки как у бумера это такой персонаж у которого руки в зависимости от ситуации удлинялись удлинялись и вот представьте что у вас руки бесконечно удлиняются пронзает небосват вот и благодарят благодаря вам значимого для вас человека на которого вы хотите быть похожим который достиг успехов в тех областях которых у вас пока еще не такие серьезные успехи или если вы верующий человек то конечно же благодаря им за божье благословение которое он изливает каждый раз каждый день на нас и вот таким образом вот в такой позе благодарности мы принимаем вот эти божьи благословения благодарим за них и наполняемся этой энергией благословений которая разлита буквально в каждом дне третий этап соответственно мы представляем себе что господь вселяется в нас или тот персонаж на котором вы хотите равняться это может быть реальный человек может вымышленный человек может быть это персонаж из мультфильма или фильма это не важно важно чтобы вы представили себя вот представьте что вот все весь облик это вот этот персонаж супергерой а а лицо ваше лицо ваше лицо ваше представьте что вот это уже он в вас и с благодарностью мы отталкиваем от себя все ненужное все что накопилось в течение дня все что какие-то моменты которые которые ну не хочется вспоминать это это конечно ссоры распри там какая-то печаль скорбь страх неуверенность что угодно это может быть гнев гнев иногда полезен для того чтобы важно изменить что-то в жизни то что нам действительно важно и за что мы переживаем но это именно энергия для того чтобы действовать если мы подавляем энергию гнева и мы ничего не делаем то соответственно энергия это вас убивает изнутри я не призываю вас там как гневаться по поводу по каждому поводу просто призываю вас перенаправить эту энергию в мирное русло вы можете поколоть даже ну вот в старых фильмах вы видели когда человек скипает он прямо идет какую-то вот такую физическую тяжелую работу и делает вот это может быть пробежаться вокруг дома пять кругов это может быть просто вы можете поменять дыхание дыхание поменять и соответственно когда человек в гневе он дышит не глубоко но часто так вот чтобы спустить этот гнев чтобы он вас не ну конечно же лучше уйти в комнату чтобы нечаянно вот крышка крышка гнева не сорвалась и не выплеснулась на другого человека который возможно даже не повинен в вашем гневе и выйти в другую комнату и подышать то есть глубоко и редко вот вот даже можете загреть глаза как я это сделал но сейчас мы вот отталкиваем от себя все что мы не хотим в свою жизнь тоже резко шумно и бесшумный выдох шумный вдох резкий шумный вдох и бесшумный выдох итак начинаем это уже третья фаза первая фаза мы поднимали руки вторая фаза вооружаемые руки пронзали небосвод и сейчас третья фаза и конечно улыбочка потому что мы освобождаемся от этого груза неприятных ощущений которые мы хотели бы избежать в своей жизни но мы не просто избегаем а мы заменяем их на вот такое хорошее дыхание и соответственно вот отталкивающим движением мы изгоняем их из своей жизни можете делать медленнее просто я делаю достаточно быстро потому что мне так комфортнее если вам не комфортно делать быстро делайте медленно главное условие чтобы не был резкий шумный вдох бесшумный выдох и еще важно условие мы делаем по 8 желательно сразу 8 восьмерок но не 8 восьмерок а 4 восьмерки дыхательс дыхательниковская сотня так называемая но для начала даже одной восьмерки хватит но я сделаю все таки максимум я люблю по максимуму делать молодцы давайте похлопаем другу это кстати тоже раскачивает наш эмоциональный интеллект а эмоциональный интеллект нужен не только для того чтобы себя чувствовать комфортно но и для того чтобы решать ежедневные задачи потому что когда мы управляем своими эмоциями а не эмоции управляют нами согласитесь это здорово вот мы сделали первый шаг для того чтобы управлять своими эмоциями научились какими-то через дыхание через какие-то физические упражнения регулировать градус эмоционального накала сейчас мы продолжаем и мы будем делать уже собственно рельниковскую гимнастику сейчас такие разминочные достаточно упражнения но важные важные чтобы немножко почувствовать дыхание как животик прыгает как он радуется как он действительно помогает нам в жизни так давайте я еще сделаю по больше формат вот молодцы и что мы делаем что то так мы делаем делаем раз делаем два делаем три я не буду делать долго но сделаю хотя бы наметками чтобы вы поняли мы делаем поворот в сторону делаем наклоны головой делаем наклоны вверх вниз стороны вверх вниз и наклоны головой итак начнем и тоже думаем о чем-то приятном радостном светлом то что нас вдохновляет и когда мы думаем все-таки направьте внимание еще на низ живота низ живота чтобы животик прыгал радовался вот почувствуйте как он прыгает радуется даже можно поставить руки на низ живота ну чуть-чуть ниже ребер даже ну где-то на пол ладони где-то ниже ребер ну я имею ввиду с самой нижней части вот сделали мы первую восьмерку можно делать медленнее но утром все-таки лучше делать достаточно быстро можно делать так а я люблю делать все по максимуму что может не вы не не вы не вы Ну, в конце даже я постарался, надо было чуть-чуть пораньше уйти, потому что дыхание становится чем больше мы делаем. Я делал гораздо больше, там, где-то 5 подходов вместо 4, нет даже, где-то 7 подходов вместо 4, но если мы делаем очень много подходов, то есть тенденция, что всё более и более поверженственное дыхание, это нам пока не нужно. Это нам не нужно, это вот клавиатуры, они любят уходить на ключичное дыхание, потому что, ну, иначе не прокачать воздух наверху. Ну, есть, конечно, она не крепкая, которая достаточно крепкая, собранная, и она может брать верхи тоже, но она всё равно сужает звук. Но мы не об этом, у нас всё-таки не вокальное занятие, а голосовые. Так, дальше, дальше идём, идём дальше. Мы делаем наклоны, наклоны, но давайте немножко будем контролировать плечи, просто положим так аккуратно руки, чтобы плечи ни в коем случае не поднимались. И также резкий шумный вдох, безшумный выдох. Наклоняем плечи, ухо максимально к плечу, не плечо к уху, а ухо максимально к плечу. Это не получается, и это действительно так, если у вас нет непорванной связки шеи, то вы никогда не достанете до плеча. Вот такая неваляшка, по-рельниковски это называется, ну или по-щетинницки. Маленький маятник, и мы продолжаем. Тоже улыбочка, тоже хотя бы восемь раз, но можете делать, как и я, четыре подхода по восемь. Маленький маятник, и мы продолжаем. Молодцы, давайте похлопаем руку. Что следующее упражнение, какое следующее упражнение? Простое упражнение. Это тоже мы вверх-вниз поднимаем голову, но на фазе поднятия мы оставляем на таком же положении, ни в коем случае не зажимаем горло. Если мы сильно, сильно туда запрокинем голову, то вот начинают зажиматься мышцы горстанина. То есть вот мышцы горла, мышцы шеи, если говорить правильные. Ну и, соответственно, когда мышцы шеи зажимаются, то они и поджимают мышцы горстанина. Это всё взаимосвязано. Поэтому мы делаем максимальное, то есть коснуться головой подбородка максимально. И, соответственно, поднимаем, поднимаем уже в исходное положение, то есть не запрокидываем. Видите, как напряжает, как у меня изменился голос, он стал зажатым и неудобным. Поэтому мы максимально в йоге там допускаются, потому что там, ну, йогу мы ещё проведём. Основы йоги я вам дам. Если вы хотите глубоко погрузиться в тему, у меня есть знакомый. Но сейчас мы занимаемся всё-таки голосовыми большими упражнениями. Сейчас что мы делаем? Мы просто наклоняем максимально. Это называется тоже большой маятник. Это упражнение больше называется не валяшка. Можете тоже большой маятник, маленький маятник. И это тоже маленький маятник. Так. Вдыхаем и при наклоне, и при выпрямлении. То есть, такой, две точки, две точки, где у нас должен быть вдох. И можете также контролировать своё дыхание, положив руки на живот. И даже важно, важно, вот, сосредоточьтесь на дыхании. И улыбочка, улыбочка оставляем. Чтобы она осталась, просто нужно думать о чём-то хорошем, радостном, светлом. И то, что вас вдохновляет. Сейчас будет示範. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а тогда не сегодня На этом мы заканчиваем Напишите в комментариях Что вам понравилось Что вызывало наибольшую трудность И чем вы бы хотели заняться в дальнейшем Так Мы все таки Выходим Выходим тут Да тут какая-то переписка Вот в принципе В принципе этого вам хватит Надолго Я желаю вам радостного настроения Желаю вам наполняться энергией Наполняться жизнью И вот я думаю Эта зарядка вас приблизила Вот просто у вас энергия появилась Энергия Энергия Которая вас будет двигать вперед Дальше Ввысь К вашим высотам Энергия И желаю вам Конечно же Энергия Можете подписываться Можете не подписываться Лайки Дизлайки Это на ваше усмотрение Но самое главное Никогда Не бросайте свой голос Потому что Это самый Организационный инструмент Который Дан вам Природой Или Для меня Это очевидно Что Богом Для вас У вас Руковое может быть Понимание Но в любом случае В любом случае Это тот Бесценный дар Который нужно Перечь Холить Лелеть И развивать С каждым днем С каждым Пониманием Итак Жду вас На следующих Зарядках Благодарю За внимание Счастливых Радостных Встреч До скорого Так Я заканчиваю Редакцию